Продолжение следует... 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 Так что была доступна. И также и реанимации. Мы создавали реанимации по всему миру. Была сложная ситуация с ними. И почти 6 тысяч человек умерли от ковида в Швеции. Это 50% из них умерли именно в домах престарелых. Во многих странах такая же ситуация. То есть система заботы о пожилых была под большим ударом. То есть дома для пожилых, пансионаты и инвалидов. То есть медицинские учреждения специального значения. И, конечно, разные группы населения должны были. Иногда приходилось использовать для них ИВЛ. И, конечно, экономические факторы добавили свое значение. И нам нужно было продолжать работать превентивно и увеличивать осознанность, уменьшать неравенство. И вот эти вызовы, конечно, существуют и в нашем сообществе. И можно только их решить при помощи своевременного реагирования всей системы. Мы, конечно же, работали с оценкой системы и эффективностью системы здравоохранения. Мы сочетали различные методы сбора данных. Сейчас у нас уже много данных собрано и доступно для анализа. Мы во время пандемии изучали, как улучшать лечение, как снижать смертность. Мы имеем прекрасный обзор работы с пациентами. Во время пандемии многие пациенты имели и другие тяжелые заболевания, например, сердечно-сосудистые или, может быть, очень пожилой возраст. И только 50% смертей фактически напрямую вызывались ковидом. 70% пациентов ковида, конечно же, кидавали свои вот эти цифры. Они умирали из-за ковида и также других заболеваний. И, то есть, ковид-19 вызывал не всю смертность, которую мы отмечали. И нам нужно узнавать больше об этом заболевании и разрабатывать методы здравоохранения, лечения для того, чтобы спасать жизни. Я хотела бы также упомянуть, что у нас очень широко вовлекалось сообщество. Эта пандемия, конечно же, ограничила возможности для работы. И нам нужно вовлекать людей, частные компании, гражданское общество и всё сообщество в Швеции для того, чтобы обеспечивать занятость для уволенных людей, обучать таких людей, например, базовым навыкам здравоохранения и защищать людей, и обеспечивать оборудование, персональные защиты, и налаживать систему сервиса, инновационные формы для того, чтобы снижать, может быть, одиночество людей, которые оказались закрытыми в домах престарелых. И гражданское общество всё это должно предоставлять людям психологическую поддержку, утешение в такие сложные дни. Это всё мы делали и изучали, и старались проработать. И в Швеции факторы очень важны тесного сотрудничества с государством, между различными агентствами, которые участвуют в этом процессе, и тесное сотрудничество даже с вооружёнными силами и администрациями городов. И мы организовали полевые госпитали и обеспечивали поддержку со стороны армии. В нашем вебинаре, я думаю, прекрасный пример. В разных странах мы видим, какие уроки мы извлекаем из этой пандемии, которые могут быть использованы на будущее. Вместе мы работаем гораздо более эффективно. Мы сотрудничаем с нашими университетами, с институтами, медицинскими институтами в Швеции. Мы организовали крупную программу образования, веб-образование по стандартам. И больше 150 различных медицинских работников уже были обучены в результате этих курсов. Это, конечно, огромная программа. Что касается знаний и соблюдения базовых принципов гигиены, это очень важно. И поэтому задача состоит в остановить распространение вируса. Конечно, мы также руководствовались лучшими практиками. И в завершении, чтобы уложиться в свои 10 минут, я поговорю о тех уроках, которые мы извлекаем. Один из них — это фактически то, что больше интересно для молодых людей. Это обучение как работники медицины. То есть повысились, а также запросы на изучение по медицинским программам. В университетах студенты более чем на 30% среди молодого поколения. То есть медицина стала гораздо более привлекательной для карьеры, для работы во время пандемии. Это очень положительное развитие. И в сообществе также мы увидели распространение следований и рекомендаций. Вот на этом надо концентрироваться, потому что недостаток обученного медицинского персонала — это огромная проблема. И мы видим, что вот такая тенденция возникла у людей учиться медицине, повышать своё образование. И мы делим... У нас общие цели с другими странами — это остановить распространение вируса, защитить человеческие жизни. И мы сейчас находимся в середине, в процессе пандемии. Но, конечно же, мы понимаем, что можно улучшить устойчивость системы здравоохранения, улучшить НИОКР и исследования. И меры при пандемии все завязаны на реагировании в социальном здравоохранении. И мы понимаем теперь важность хорошей, качественной системы здравоохранения и полного охвата населения. И это означает инвестиции в профилактику, в превентивные меры и инвестиции в то, чтобы никого не оставить за бортом и включить все уязвимые группы в нашу работу с пандемией. Благодарю вас.